Добрый день! И мы все еще на площадке ТЛДКон 2024. Сегодня 5 сентября, мы в Нинске. И сегодня еще Карен Казарян из ОНО «Цифровая экономика» согласился ответить на несколько наших вопросов. Какова роль экспертного сообщества в формировании системы регулирования интернета? На мой взгляд, без экспертного и, в частности, без бизнес-сообщества, невозможно сформировать те правила, по которым действительно может работать интернет и в более широком смысле цифровые технологии развиваться для пользы всему обществу. Поскольку интересы эти зачастую разнонаправленные, необходим этот диалог для того, чтобы попытаться выстроить именно такие конструкции, которые бы балансировали права всех участников, с одной стороны, а с другой стороны позволяли технологиям двигаться вперед. На самом деле, основное правило, которое, как мне кажется, всегда действительно, чтобы бесполезно регулировать технологии, нужно регулировать общественные отношения, связанные с технологиями. И, собственно, если вы не понимаете общественные отношения, если вы не слушаете участников сообщества, вряд ли вы можете построить эффективный регулирование. Да, а возможно ли площадкой такого диалога сделать форумы? Или это более глобальное что-то? Ну, у нас все-таки, да, есть истории, международные страновые. Безусловно, любые международные инициативы здесь являются полезными. Все-таки у стран, как правило, сложившиеся правовые системы. И если посмотреть буквально там любой срез, будь то, не знаю, защита профессиональных данных, регулирование оборота, будь то, принципы работы с кибербезом и остальное, можно найти каких-то 3-4 модели, которые, скажем так, выкристаллизовываются и которые государства ведут как пример, но вряд ли можно придумать какую-то историю единую. Поэтому, как мне кажется, это скорее, наверное, уровень больше страновой, но с безусловным обменом опытом между странами. Да, спасибо большое. И хотелось уточнить о вообще важности сбора и анализа данных о развитии рынка интернета. Вы, как сказать, базовая вещь. Если вы не знаете цифр, бизнес не может строить планы, прогнозы и понимать, куда им вкладывать деньги. Государство, в свою очередь, не может оправдать расходы на цифровые технологии перед своими регуляторами, перед своими избирателями, потому что почему нужно тратить деньги именно на это, а не на там что-то более понятные обыватели, медицины и образования. Если вы понимаете не просто цифры роста рынка, но и как, собственно говоря, где вы взаимосвязь между тем, куда вы тратите и какую отдачу вы получаете, невозможно строить те самые банальные финансо-экономические обоснования, которым всегда есть к любой норме, соответственно, невозможно прогнозировать и бюджет в том числе. Большое спасибо, что акцентировали на этом внимание. И самый-самый последний вопрос. Вы достаточно часто участвовали в летней школе. Если не ошибаюсь, вы еще ни один год не пропустили. Нет? Да. Ну, я не была уверена, хотела вас еще вот это уточнить. Можете в целом оценить инициативу летней школы с точки зрения популяризации знаний в управлении интернетом? Аудитория совершенно великолепная, вопросы всегда задают много, и вопросы интересные. Меня к этому... Я все-таки всю жизнь проработал практически либо в бизнесе, либо в бизнес-ассоциациях. И я не образователь. Вот. Тем не менее, какой-то все-таки опыт и направление мысли всегда хотелось бы передавать людям, которые в этом заинтересованы, и представить свою перспективу. И такая, наверное, форма взаимодействия мне чрезвычайно нравится. И тут стоит, наверное, только призвать, чтобы больше людей, которые не считают, что они способны что-то преподавать, хотя бы читали какие-то, может быть, отдельные лекции, чтобы, собственно говоря, зажигать людей своим опытом, и чтобы люди понимали от людей, которые в этом непосредственно участвуют, что, какая их ожидает жизнь после окончания учебного занятости. Спасибо большое. На самом деле, обратная связь по вашим лекциям одна из самых позитивных. Спасибо вам большое, что участвует. Ребята очень нравится. Спасибо. Спасибо. Спасибо.